Подводя итоги своей работы, хотелось бы задаться следующими вопросами. Первое. Что помогло нашим предкам выстоять? На мой взгляд, всё дело вовсе не в бесстрашии. Ну или наплевательском отношении к самому дорогому, что у нас есть в собственной жизни. Разве есть ещё народ, который так отчаянно любил бы жизнь и всё, что с ней связано? Мы живём с открытой душой, с гусарским размахом. Это мы честны. И победив врага на поле боя, не требуем от него контрибуции. Это для нас понятие «стоять насмерть, не пустой звук». Все наши стихи и песни буквально пронизаны насквозь любовью к жизни. Но только мы умеем слушать и рыдать на взрыв. Победа заложена в нашем генетическом коде. И берёт начало с тех самых времён, когда нога первого агрессора ступила на нашу русскую землю. Так было всегда, во все времена. Изменились только корчуги и шлемы. Копья сменились автоматами. У нас появились танки, мы научились летать. Но кот, кот остался прежним. И он срабатывает в нас всегда, когда наш дом собираются уничтожить или захватить. И ещё он не даёт нам покоя, если обижают слабых. Как это работает? У нас начинает звучать тревожная музыка, которую слышим только мы. Этот кот звучит в нас колокольным звоном до тех пор, пока непрошенные гости не будут выброшены с нашей земли. И вот здесь происходит самое главное. В каждом из нас просыпается воин. В каждом, от мала до велика. И это связывает нас невидимой нитью. И иностранцам, иностранцам этого не понять. Для этого нужно быть русским. Для этого нужно родиться русским. Когда на нашей земле угрожает опасность, или где-то на земле обижают кого-то, каждый русский без исключения становится защитником. Даже глубокие старики и маленькие дети. Поэтому тем, кто собирается напасть на русских и ожидает увидеть на русской земле колено притворённых россиян с кроваями и цветами, придётся очень разочароваться. Они увидят совсем другую картину. И не думаю, что она им понравится. Им суждено увидеть наших дедов, отцов, мужей и братьев. За ними будут стоять матери, жёны и дочери. А за их спиной будут стоять герои Афганистана и Чечни, солдаты Великой Отечественной войны, Первой мировой, участники Куликовской битвы и Ледового побоища. Вот что помогло выстоять в Крымской войне. Потому что мы русские, с нами Бог. И ещё одно. Оружие всегда совершенствуется и развивается. Меняется тактика и стратегия боевых действий. И каждый раз она становится всё совершеннее. Может и у противников России тактика и оружие быть лучше. Но есть точно то, что никогда у наших врагов не будет. Таких солдат и офицер. Только в России умеют служить, жить и умирать за Родину. Уроки Крымской войны. Можно ли современную специальную военную операцию называть в будущем Крымской? Ведь начало-то она берёт с Крыма 2014 года. Опять Турция со своими интересами в Сирии, Ливии и Ираке. Со своими претензиями на Крым. И вновь на первый план выходит Европа. Во главе с Великобританией, Францией, Германией. Управляемая, правда, новым гегемоном из-за океана. Америкой. Да и коллектив западных сильно расширился до 51 государства. Театр военных действий сейчас также обширен. Это и Курильские острова, и Арктика, и Сирия, и Балканы. Опять интересы экономики, переделы экономического влияния за счёт ослабления и разграбления России. И вновь, как и более 170 лет назад, много врагов. Как внешних, так и внутренних. И главный вопрос. Про противостояние западного, католического и восточного православного мира. По этой причине основные события, как и в 1853-1856 годах, так и в 2014, с 2014 года, происходят именно в колыбели русского православия, в Крыму. Поэтому, опять борьба за православие на Украине. Захват исконно русских православных храмов и земель. В связи с чем, очень важно не допустить противостояния православного мира и мира ислама. Которые провоцируют именно западный мир. Который скоро и остро стоял на Балканах в период Крымской войны 1853-1856 годов. Как и более 170 лет назад, Крым по-прежнему остается местом столкновения двух политических систем. Запада и России. Война закончилась. 1856 год, 13 февраля, начался Парижский конгресс. В нем принимали участие представители России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии. 18 марта состоялось подписание очень тяжелого для России Парижского мирного договора. Черное море было объявлено нейтральным. То есть открытым для торговых кораблей всех государств. России и Турции было запрещено иметь военный флот и крепости на Черном море. Приобретенные территории в Закавказе были вынуждены обменять на Севастополь и другие города в Крыму. Россия лишалась предоставленного ей Кючук-Кайнаджерским миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией. Подорвано военное могущество в Черноморском бассейне. Война способствовала выявлению экономической отсталости России. Крепостная система тормозила развитие государства. Не хватало железных дорог для быстро переброски войск. Армию формировали по-старому за счет рекрунских наборов. Служили 25 лет. Вооружение армии отстало от вооружения стран Европы. Русская артиллерия в значительной мере уступала английской и французской. Русский флот остался в большинстве своем парусным. Тогда как агло-французский флот почти полностью состоял из паровых судов и винтовинтовыми двигателями. В основе этого поражения лежал политический просчет. Николая I, толкнувшего экономически отсталую феодально-крепостническую Россию на обострение конфликта с сильными европейскими державами. Крымская война до предела обострила все внутренние противоречия в государстве. Это поражение подвигло Александра II на проведение целого ряда кардинальных.